Вов, ну сейчас победу разберем в этом интервью, но пока вот твои первые эмоции от такого успеха, сейчас уже вернулись в гостиницу, успел осознать, что случилось? Ну самое главное, выиграли, добыли три очка, которые нам так необходимы для того, чтобы остаться в премьер-лиге, поэтому уже всеми мыслями готовимся к следующей игре, не менее важно. Ты так спокойно говоришь, но все равно для тебя, наверное, это была важная игра, тем более все так сложилось, что именно твой гол принес победу. Важная, да, но я не придавал большого значения этой игре. В данной ситуации для меня было более важно добыть три очка именно для команды. Когда Спартак во второй раз в матче вышел вперед, о чем подумал в этот момент? История повторяется четвертый раз за четыре тура. Да, было обидно то, что мы забили и сразу же пропустили, но опять же благодарен команде, что не опустили руки и бились до конца. За счет чего, если резюмировать, Стамбов добился этой волевой победы? Да, я думаю, при 2-1 Спартак более-менее немножко успокоился, а мы, наоборот, занятили темп, начали играть более агрессивно, больше вперед, соответственно, появлялись моменты и забивали голову. Когда Каплиенко заработал пенальти, ты сразу решил, что будет бить? Потому что в прошлом туре это право уступили Чаперки. Да, я взял мяч, потому что у нас был разговор с Чаперкой еще осенью. Он мечтал забить в премьер-лиге. Он сказал, если будет пенальти, можно я пробью. Мы тогда уже договорились, что да. И в этой игре с «Зенитом» он уверенно взял. Я говорю, давай бей, без проблем. Он забил, почувствовал уверенность и сегодня увидели. Он забил шикарный гол. Вов, нам с трибуны показалось, что на протяжении всего матча ты очень много выиграл в верховых единоборств. Чем-то ты напомнила твое действие в игре с Ростовом в первом круге. Тебе само так показалось в поле? Ну, я думаю, что я выиграл не очень много. Может быть, половину максимум. Но самое главное, что при выигрыше единоборства мы переходим на чужую половину и легче играть нам немного. Соответственно, если проигрываем и опять же проигрываем по двору, уже много тяжелее становится. Ну и в конце, с какими чувствами ты сегодня вернулся на открытие арены? И как тебе атмосфера стадиона даже с такой посещаемостью, вызванной карантином? Я провел почти 14 лет в Спартаке. Очень приятно оказываться в стенах. Я до сих пор называю этот дом. Поэтому было очень приятно вернуться и сыграть такую игру. И особенно выиграть. Атмосфера стадиона? Как всегда, шикарная атмосфера. Болельщиков было немного, но все равно очень приятно играть при болельщиках.